Как получить все ссылки на HTML-страницы при помощи JavaScript? Нас интересует этот вопрос. Мы хотим получить ссылочный профиль страницы, чтобы в дальнейшем обойти следующие страницы, следующие страницы и так далее. Пока не составим полную карту сайта. Нам эта информация нужна, чтобы понимать, например, какие разделы существуют на сайте, например, какие товары существуют на сайте, сколько их, куда они ведут, какие ссылки внутренние, какие внешние, какие между ними различия, процентовки, что из них битое, что из них имеет запросы ури, что из них имеет фрагменты ури. И мы получим все ссылки и все адреса из них вытянем. Тестировать мы будем это на сайте Озон, потому что это интернет-магазин, на любой интернет-магазин у нас, как правило, состоит из большого количества ссылок. И давайте посмотрим. Вот эта главная страница, собственно, основной домен, Озон.ру. Здесь куча всего. Вот это все плашки, вот эти дети, вот эти видео, вот это вот все, все, все. Это все реклама, это все ссылки, это все клики куда-то, это все какие-то переходы, какие-то адреса. Все это красиво оформлено, адаптивно и очень здорово смотрится. И нам нужно понять, сколько ссылок, например, находится на главную и куда они ведут, то есть как Озон, например, формирует свою главную страницу. Итак, поехали. Нам нужно определиться, где ссылки. Открываем инструмент разработчика и смотрим, что же у нас есть. Переходим во вкладку элемент, я увеличу, закрою лишние новости, увеличу, чтобы было видно. Итак, например, этот элемент, вот этот баннер Озон Дисконт, посмотреть код. Отлично, это div, в нем прячется картинка и вся эта картинка обернута элементом A. Супер, замечательно. Здесь электрогрильти файл. Давайте посмотрим на нее, смотрим код. Значит, у нас отлично тоже div, div, div. Все попрятали, но оборачивает весь этот сниппет, то есть всю такую карточку товара, маленькую превьюшечку, точнее, не карточку товара, а превью у нас оборачивает ссылка. То есть элемент, HTML элемент A. У него, у этого элемента, есть атрибуты, понятно, какие-то свои классы. Хрев, это, собственно, тот адрес, куда мы уйдем. В данном случае мы перейдем, собственно, на страницу этого электрогриля. Ну и способ открывания, то есть на этой же странице, target, да, self. То есть мы, если кликнем, то перейдем туда же. Ну, собственно, вот эти вот хревы нас интересуют, и мы хотим понять, сколько их составит некий список, вывести это на экран и понимать, о чем идет речь. Так как у нас JavaScript работает в браузере, то мы не будем использовать какие-то редакторы кода, напрямую будем пытаться получить все вот эти ссылочки прямо здесь в браузере. Поможет нам эта вкладка консоль. Очищаем все, что у них тут есть, работает, не работает, это все их ошибки, нам это не интересно. И первый этап мы должны получить HTML коллекцию элементов. HTML collection это такой объект, который присутствует в браузерном API. Точнее, он принадлежит объектной модели документа, то есть она живет, эта вся модель, весь этот дом живет в браузере. И давайте посмотрим, собственно, вот он дом, это стандарт, он постоянно обновляется, куча людей участвует в этом процессе, у этого стандарта очень много интерфейсов. И в данном случае мы будем получать вот этот вот объект HTML collection, немножко поподробнее его открою, это исторический артефакт, который никак не может уйти из веба. То есть у него очень мало свойств, у него есть длина, айтемы, ну и прочая всякая мелочушка, то есть... Но нам, чтобы работать с каждым элементом вот этой вот ссылки, которая у нас есть, нам нужно будет доставать, это будет объект, так как все является в JavaScript объект, нам нужно будет обращаться к объекту по ключу href и доставать у него вот это значение, то есть самого пути. Чтобы это делать, нужно также обратиться в объектную модель документа, а именно интерфейс документа. то у этого интерфейса есть такое свойство, такой метод, который getElementsByTagName. То есть мы, вызывая эту функцию, передаем в нее название элемента, в нашем случае A английское в виде строки, и получаем полный список. Давайте сразу перейдем к практике. Итак, поехали. Мы будем все делать в консоли, и просто по алфавиту будем назначать переменные. переменная A, то есть A, да, попросту, значит, мы обращаемся к документу. Мы уже поняли, что вся вот эта вот страница, это документ по объектной модели. И мы получаем документ, и у него запрашиваем весь список элементов A. Давайте, значит, как строчечку мы это делаем. Бум! Отлично! Давайте теперь посмотрим, а что же у нас там в A? Бум! Раскрываем. Я немножко увеличу, чтобы было видно. И мы видим, что мы получили HTML коллекцию, HTML коллекшн из 285 элементов. Видим квадратные скобочки, очень напоминает массив, и действительно это массивоподобный объект. Его очень легко конвертировать в массив. Далее мы посмотрим. Давайте глянем, что есть в этой коллекции. И вот они, перечислены все элементы. Мы видим прототип, что прототипом вот этого конкретного объекта является класс HTML коллекшн. Вот он, HTML коллекшн в объектной модели, о чем мы говорили. И мы можем посмотреть, а что у нас же скрывается здесь в каждом элементе. Здесь куча ключей. То есть у любого элемента на странице будет много-много ключей, но нас будет интересовать данные задачи. Единственное, это хрев. Вот этот вот. И мы видим здесь URI схему, основание, собственно, путь. Вот, в принципе, вот это нам и надо. То есть, куда мы будем переходить по этому элементу, то есть адрес. Отлично. С теорией разобрались. Мы получили первый объект. Теперь нам нужно вот эту всю коллекцию преобразовать в массив. Массив для чего? Для того, чтобы использовать методы массивов, чтобы пройтись по каждому из этих вот элементов, ашек, и достать из них вот этот хрев. То есть, вот эта текущая информация, она бесполезна, нам вообще все равно, сколько, чего, куда. Итак, мы создаем следующую переменную. Это была A. Мы создадим переменную B. И сделаем массив на основании коллекции. Как это делать? Мы обращаемся к объекту Array. Что это за объект? Есть стандарт ECMAScript, который задает JavaScript все условия работы. То есть, в этом стандарте описаны все моменты. Нас интересуют индексные коллекции. Мы переходим сюда, и мы видим, что есть объекты Array. То есть, некоторые массивы, которые тоже являются объектами. В этих объектах Array есть такое понятие, как конструктор Array. У этого конструктора Array есть свои свойства. Properties of Array Constructor. Какие-то свои. Их не так много, но нас интересуют свойства From. То есть, мы обращаемся к конструктору Array. Далее мы вводим From, и во From мы можем передать вот эту HTML коллекцию, массивоподобный объект. Поехали. Вот он у нас Array. Мы From, круглые скобки, и сюда передаем нашу ашечку, которая у нас была. Бум, отлично. Смотрим, что у нас теперь в B. А в B у нас не что иное, теперь как массив. Визуально как будто бы ничего не изменилось, но, но, если мы посмотрим, что является прототипом, в том случае, в HTML коллекции у нас прототипом был HTML коллекшн, то теперь мы добились своего результата, и у нас теперь прототипом является вот этот вот Array. То есть, наконец-то мы получили массив, и теперь можем воспользоваться методами массивов, чтобы получать заветные значения. Мы уже знаем, что href является ключом объекта A, то есть каждого и мы по сути должны получить из этого массива новый массив. Поехали. Объявляем var C новую переменную, и мы будем проходить по массиву B при помощи метода map. Метод map берет каждый элемент на вызываемом массиве и что-то с ним делает. В нашем случае мы к каждому элементу будем возвращать значения атрибута href то есть значения по ключу href это все очень просто return return i.href супер смотрим что из этого получится и что мы получим в новом массиве. Этот мэп возвращает новый массив мэп не модифицирует старый а возвращает новый на основании старого это очень удобно потому что мы всегда можем вернуться к B если нам это потребуется в дальнейшем провести еще какую-то аналитику по элементам смотрим что у нас получилось в C и теперь у нас в C массив состоит из одного типа данных строк и каждая строчка каждый элемент этого нового массива C он является строкой и мы видим что это адреса мы видим что мы находимся мы будем переходить либо на zon.ru либо будут срабатывать у нас какие-то запросы вот он вопросик либо мы будем переходить на какие-то поддомены zon.ru то есть вот это все ссылочный профиль мы хотим получить что дальше дальше можно в принципе это оставить как есть этого уже достаточно но мы переведем все в строку и выведем на экран чтобы лучше посмотреть этот массив сейчас оно все слит наподряд очень сложно с этим поработать итак следующая переменная по аналогии vard для простоты мы не заморачиваемся мы будем использовать метод вот мы говорили про метод map это метод прототипов то есть не конструктор а прототипов и теперь мы будем использовать метод join с разделителем то есть мы их склеим то есть все строчки мы склеим в одну строчку с разделителем в качестве разделителя мы будем использовать обычный перенос строки то есть элемент html элемент break да скорее всего он так и называется значит мы c у массива c под c у нас массив мы выбираем join вот он нам подсказывает и туда передаем то тоже строку мы будем склеивать строки со строками и классический бор бум смотрим что у нас в d теперь в d у нас одна большущая строчка вот оно все склеилось у нас чудесно это был c вот он d теперь одна большая строка ее можно отсюда скопировать куда-нибудь переместить но мы просто выведем ее на экран на текущую страницу чтобы лучше посмотреть обращаемся снова к документу к текущему да метод write и в write передаем туда d то есть нашу вот эту вот строку бум отлично вот мы получили полный вот он такой полный я увеличу закрою инструмент разработчика вот мы получили один большущий список адресов можем их выделить скопировать ставить в excel куда угодно перенести список адресов куда мы идем с главной страницы сайта озон это товары это какие-то услуги сервисы сторонние сайты типа вот vk соцсети facebook twitter instagram job озон то есть озон рекламирует просто свои сервисы кстати неплохо узнать что у него еще есть вот таким образом мы получили все ссылки на html страницы при помощи javascript а что с этим делать думаю вы без труда найдете этому применение спасибо за просмотр всего доброго до встречи без труда мы помогаем Продолжение следует...